Стихи Священного Писания Оно ведет нас к спасению души, и очень важно на каждое слово внимание обращать. Сегодня это будет Евангелие от Иоанна. Прочтем. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон». Коротенький стих, но зато он очень обнадеживающий, с одной стороны, как бы победа над сатаной, а с другой стороны, немножко уже мы напрягаемся, потому что суд-то миру сего, и как бы нам вместе с сатаной не изгнаться. Обязательно важен контекст. Любой вырванный из контекста слово, стих Священного Писания можно перевернуть с ног на голову. Здесь чтение, которое читается на утренние воздвижни креста Господне, посвященное кресту, потому что Господь перед этим говорит, да, я вот буду вознесен от земли. И имеется в виду не только вознесение на горе, и оно тоже, когда Господь уже воскреш и величие свои славы, вот как мы поем в земле вере, что вошел на небеса и сел одесной отца. Здесь имеется в виду предыдущее вознесение от земли, когда Господь на другой горе, на Голгофе, с другой стороны от Иерусалима, возносится, распинается, пытается и умирает за наши грехи. И Господь показывает, что через это вот я все привлеку к себе. Ну и дальше тоже очень важные такие поэтические слова, свойственные в принципе Евангелия Теанна. Но остановимся здесь. То есть Господь еще не страдает, Господь проповедует, Господь только говорит, что будет крест. Но тем не менее уже сейчас князь Миросева изгоняется. Ну на всякий случай напомню, князь Миросева неоднократно Господь употребляет и толкование абсолютно однозначное. Князь Миросева сатана, лукавый бес, который в этом мире, в падшем греховном, свою власть чувствует. Как Господь в другом месте говорит, вот я видел, как князь Миросева, вот сатана с небес упал, как молния. Но все-таки вспоминаем пророчество данной Еве, что хоть и будет семя Евы, то есть Господь наш Иисус Христос, попирать главу змея, то есть лукавого, главу сатаны, главу бесовскую. Но тем не менее в ответ будет жаление в питу. И точно так же мы сейчас спасены, просвещены, страдания Христова, Христова кровь омыла наши грехи, мы просвещены светом воскресения Христова, но тем не менее к грехам мы сплошь и рядом склоняемся. Потому что, увы, Господь нам свободу нашу не забрал, тут, конечно, можно сказать, нет, ура, что не забрал, так нет, не забрал, а как мы ее распоряжаемся, к греху обращаемся. Но Господь нашу свободу, наоборот, реализовал, ветхозаветный человек, как бы он ни пытался, грехи его подавляли, все люди ветхозаветные, до пришествия Христа мир, умирали и попадали в ад. Все праведные, царь и пророк Давид, пророк Моисей, да, вот все люди святой жизни, а все равно в ад попадают, и, в принципе, все заслужено, грехи же были, а тут Господь дает свободу. Уже князь мира сегодня не может вмешиваться в жизнь человека, если человек сам с этим не согласится. Так что вот как человек, просвещенный благодатью и крещением, он получает значительно больше. Именно поэтому, почему опасно креститься, крестить детей, если в таинствах церкви других не участвуешь? Потому что, помним, притчу о талантах, больше дано, больше спросится. Господь, каждого крещеного человека, из него, вот отречение от сатаны вспоминаем, как происходит, а потом все, сатана изгоняется, бежит, бежит, и человек в церкви за ее стенами, и не может все лукаво к нему приступить. А потом ты берешь от церкви, отступаешь своими грехами. Не смысл ли там, говоришь, ой, я не верующий, просто начинаешь грешить, пусть даже и молитвы читаешь, и в храм ходишь. А все равно вот уже князь мира сего в душу возвращается. Но пока Господь дает возможность от него избавиться. Это очень важный момент, потому что очень часто лукавый по гордости, возможно, он сам в это верит, а может, и просто нас обманывает, говорит, ой, я настолько силен, ты все равно не можешь не грешить, и просто выбери грех поменьше. Да, как бы все люди грешные, да, надо с грехами серьезно бороться, но немножко погрешить не помешают на пути спасения. Господь говорит, не, Господь, конечно, нас любит, но если есть возможность вообще, вот князя мира сего становится знать вон, почему бы с этим изгнанием не согласиться? При этом все-таки вот этот эпитет князь мира сего, то есть тот, кто управляет в этом мире падшим греховным, он сохраняет свою актуальность. Правда, если ты идешь по пути греха, какие-то мира сего блага материальные, да, там какие-то статусные, это ты можешь получить через грех. Это так, это действительно печально. Но Господь говорит, не, вот князь мира сего освобождается, то есть тебе не обязательно только мучиться, чтобы духовные блага получить материальных, ты лишен. Князь мира сего изгоняется, вот его владение, вот он мир. Господь же, вспоминаем книгу бытия, он мир материальный сотворил, чтобы человек им управлял, а не сатана, который узорпатор, захватчик власти в нашем материальном мире. И вот он изгоняется, и уже все, ты можешь всем в природе пользоваться, это тебя не смущает, это тебя не к страстям, не к грехам подводит, а это дает тебе возможность следовать за Христом. Поэтому, дорогие братья и сестры, идем за Христом, никаких оправданий у нас нет, что Лукавой мешает. Господь его с пути нашу отодвинул. Да, он где-то рядом, да, он будет нам мешать, но, тем не менее, он между нами и Богом не стоит. Другое дело, что вот и суд-то вершится тоже. Одновременно Господь, который нам предоставил такие идеальные условия для спасения души, он и оценивает. Все, теперь начинает оценивать полностью. Если ветхозаветных людей он оценивает, да, там, по ветхозаветным заповедям, язычников по естественному закону, просто по совести, то мы, христиане, к нам уже по всей строгости. Именно поэтому не получится сказать, да нет, вот мне совесть, в принципе, подсказывает, зачем мне исповедоваться. Нет, если ты живешь по совести, а не по Евангелию, не по Слову Божию, то этого для спасения тебе будет недостаточно, потому что Господь изгнал сатану с твоего пути, а ты взял и на него ступил случайно, просто потому что Евангелие не знаешь, а совесть тебя увела не туда. Поэтому, дорогие братья и сестры, правда, радуемся, сатана нам не мешает, но на всякий случай будем настороже. Будем настороже, потому что суд Господь вершит, и все-таки нам очень и очень будет радостно, если мы на этом суде очутимся не вместе с изгнанным князем мира сего, а вместе с нашим любимым Господом и Спасителем. Продолжение следует...